Всё меньше и меньше Кремля. Куда уходит российская тема из американских средств массовой информации? Международная политика и дворовая шпана. Возможен ли ядерный конфликт между США и Северной Кореей? Надо благодарно принимать. Дмитрий Быков о новом тренде в российской оппозиции. Привет! Меня зовут Александр Герасимов. Это проект «Оно вам надо» – воскресная программа о событиях этой недели, субъективный взгляд на новостной ряд, позиции людей, не совпадающие с общепринятыми трактовками происходящего. Девиз этой передачи – если вы всё понимаете, значит, вам не обо всём говорят. На этой неделе в Соединённых Штатах, наверное, впервые за полгода, слово «Россия» перестало быть лидером популярности в ведущих средствах массовой информации. За это время аудитория довольно глубоко погрузилась в тему коварного всех измерениях Кремля и всех его приспешников. А виртуальный телерадиогазетный злодей Путин начал уже было материализовываться в сознании американского налогоплательщика. И вот эта феерически бесконечная, казалось бы, кампания в одну секунду растворилась без осадка. На смену одному антигерою, президенту России, Путину, пришёл другой коварный персонаж – юный лидер Северной Кореи Ким Чен Ын. Мои американские соседи спрашивают меня, правда, что после того, как Дональд Трамп подписал антироссийские санкции, в Америке его перестали подозревать в сотрудничестве с КГБ. Ну, для них КГБ и ФСБ – это одно и то же. И весь эстаблишмент перекинулся на настоящего врага – лидера трудовой партии Кореи товарища Кима Третьего, который всячески штатам угрожает. И поэтому, мол, про Россию стали довольно немного говорить по телеку. Вот что я могу сказать вам, мои любознательные соседи. Конечно, забавно выглядела бы версия того, что Москва, условно говоря, проплатила Пхеньяну повышение ракетной активности для переключения внимания американской администрации с российской темы на корейскую. И, может быть, даже в конспирологических координатах в это можно было и поверить. В реалиях дела обстоят проще. И политический класс Соединённых Штатов, и средства массовой информации, обладая довольно внятной интуицией, перекинулись на тему, которое на сегодняшний день более взрывоопасно. При этом с команды Трампа никто не снимал подозрений в предвыборном альянсе с Москвой. На этой неделе стало известно, что Федеральное бюро расследования заходило с обыском в дом Пола Манафорта, возглавлявшего предвыборный штаб президента США. Он, если вы помните, ушёл из-за подозрений в связях с пророссийской партией регионов Украины. Там фигурировали довольно приличные суммы с шестью нулями. В общем, на этом фронте без перемен. Просто объявлено что-то типа пресс-перемирия. Потому что на фронте другом картина значительно ярче. Конечно же, сегодня нет более важного события, чем околоядерное противостояние Вашингтона и Пхеньяна. В течение этой недели 70-летний президент США и 35-летний руководитель КНДР обменивались угрозами. Бронились не по-детски. Корейские товарищи обещали преподать штатам жестокий урок с применением ядерного оружия. Это цитата. Белый дом грозил невиданными огнём и яростью. Это тоже цитата. В международной политике есть один хороший принцип, который касается, собственно, политики крупных держав. Он примерно соответствует принципу подворотни. Если угрожаешь, то бей. А если не собираешься бить, то не замахивайся. Вот такими шалостями, чтобы замахиваться на бить, могут заниматься режимы типа Венесуэла, например. В Северной Корее тоже может безответственно себя вполне вести. А крупные державы, я даже не знаю, какие, они должны вести себя ответственно, иначе рушится вся система международной стабильности. Потому что если сверхдержава начинает блефовать, тогда вообще непонятно, где находится система координат. Она отсутствует. Это абсолютный хаос, значит, она начинается. Тогда их перестанут бояться. Вместе с тем Пентагон подтвердил, что его армия готова применить военную силу в отношении Северной Кореи. А ребята из Пхеньяна ответили, что у них на столе лежит план нанесения ракетного удара по военным объектам США на острове Гуам. Райское, говорят, место в Тихом океане. Правда, с базой военно-воздушных сил Соединенных Штатов. В результате этой перепалки в Южной Корее и на Гуаме резко выросли продажи сухих пайков и вообще запасов пресной воды и продовольствия. Население готовится к войне. Из Северной Кореи сообщений на эту тему не было. Население этой страны к войне готово всегда. Про запасы еды в КНДР давно всем все известно. Мои американские соседи спрашивают меня, а что это корейские товарищи угомониться не могут? Оно им надо? Вот цитата из Конституции КНДР. Корейский народ под руководством Трудовой партии Кореи, глубоко почитая великого вождя товарища Ким Ир Сена как вечного президента республики, защищая, наследуя и развивая его дела и идеи, будет доводить революционное дело Чучхе до победного конца. Ну, можно сделать вывод, что революционное дело до конца не доведено. Корейские товарищи работают в этом направлении. А вот военные аналитики говорят, что этот текущий конфликт не имеет силового решения. Так все молодой корейский лидер хитро, я бы сказал, коварно рассчитал. Можно предположить, что стратегическая авиация Соединенных Штатов плюс томогавки с подводных лодок смогут первым ударом уничтожить все ядерные объекты на территории КНДР. Ну, бог знает, какое заражение местности произойдет, но это уже вопрос второй. Можно допустить, что американская военная разведка, которой в последнее время немало претензий, разведала, установила все ядерные объекты КНДР, их несколько десятков, два-три десятка, их можно накрыть американским стратегическим оружием. Другое, но непонятно, что делать с двадцати тысячами стволов артиллерии, которые способны нанести удар по Сеулу. Их одним ударом не накроешь. И это означает, что в любом случае жертвами такого противостояния будут десятки, если не сотни тысяч жителей южнокорейской столицы. Трамп не первый, кто столкнулся с этой проблемой. Еще Билл Клинтон задавал Пентагону вопрос, можно ли наказать Северную Корею тогда за наглый, беспардонный выход из договора о нераспространении ядерного оружия. И ответ был нет. Тогда еще у Северной Кореи не было ядерного оружия. Ответ был нет. Мои американские соседи спрашивают меня, а что, Трамп и Ким думают, что они в песочнице играют? Они что, не понимают, что все это довольно опасно? Знаете, вполне вероятно, что и на самом деле они не до конца понимают, что делают. Когда господин Трамп был избран на должность президента, или до того, или сразу после, психиатры из Гарварда написали письмо Бараку Обаме, где они называли Трампа, как мне кажется, человеком, склонным к нарциссизму. И когда мы смотрим на Дональда Трампа и на Ким Чан Ина, мы можем заметить некое сходство между ними, которое связано с тем самым нарциссизмом, то есть ощущением собственного величия, грандиозности, постоянной потребности в том, чтобы это величие и грандиозность подпитывалось окружающими людьми. То есть, например, Дональд Трамп, он очень активен, как мы знаем, в социальных сетях. Существует уже исследование о социальных сетях и связи психологических характеристик людей, которые в них активно себя предъявляют с нарциссическими чертами. Соответственно, Ким Чен Ин — это человек, который тоже получает постоянно вот эти психологические поглаживания от окружающих его людей, которые на него фактически молятся. Мы видим людей, которые перед ним раболепствуют, и для них он бог практически. Для личности, у которой есть нарциссические черты, очень важно быть популярной, известной, почитаемой, такой вот, чтобы перед ней падали ниц. И на самом деле рычаги воздействия для падения ниц могут быть самыми разными. Это может быть какое-то хорошее дело, можно хорошими делами людей привлекать к себе, а можно и такими вот не очень хорошими, через страх, через страх, как рычаг управления. И, конечно, нет другого способа, наверное, быть таким вот очень известным на весь мир, чтобы все прильнули к экранам всего на свете, как бряться неядерным оружием. Если бы я был советником президента Трампа, я бы продолжал искать пути давления на Северную Корею через ее союзников, прежде всего через Китай, и во вторую очередь через Россию. Почему во вторую? Потому что Россия все-таки имеет меньше рычагов давления на КНДР, хотя тоже имеет. Но из этих двух фигурантов, один находится под американскими санкциями, я не вижу особо сильной мотивации для российского МИДа, например, или для Кремля. Сейчас вот таскать каштаны из огня для господина Трампа, который только что подписал закон об антироссийских санкциях. Китай, он, видимо, тоже недостаточно заинтересовал. Потому что Китай предпринял кое-какие шаги по давлению на Северную Корею. Он свернул с ними торговлю в значительной мере. Даже вот одну баржу с углем там демонстративно развернуло своих портов. Если кому-то что-то северокорейцы продают, так это китайцам. Но, тем не менее, этого оказалось недостаточно. Значит, Китаю нужна еще какая-то другой подарок, завернутый в хорошую обертку от Трампа. Но у него пока его нет. Между тем, китайские коммунистические власти через свою газету Global Times дали понять участникам конфликта, то есть Вашингтону и Пхеньяну, что не останутся в роли стороннего наблюдателя. Смотрите, что происходит. Официальные китайские товарищи говорят, что если Северная Корея запустит ракеты в сторону территории США, а Штаты примут ответные меры, то Пекин вроде как не при делах. Сохранит нейтралитет. Мол, дружище Ким, сам заварил, сам расхлебывай. Но вот в случае, если США и Южная Корея, кроме всего прочего, начнут пытаться свергнуть северокорейский режим, тогда Пекин помешает им это сделать. Ну, достаточно смелое, на мой взгляд, ультимативное даже заявление. Белый дом пока никак не отреагировал на него. Но так бывает. Дворовая шпана подрастает и начинает огрызаться на уличных авторитетов, приводя их в некое замешательство. Трамп держит паузу. Если он думает, что Северная Корея – это какой-то козырь в его судьбе, то это не так. Козырь в его судьбе – это расследование в отношении так называемых русских хакеров. Это первое. И второе – это продвижение внутренней повестки в Конгрессе. Второе – это даже посильнее, чем первое. Потому что, на самом деле, электорат Трампа, хакеры русские, волнует в десятую очередь. Вернее, даже подсчитано социологами в восьмую. В восьмую очередь. Они прикинули по иерархии промежуточную кампанию 2018 года в Конгресс, перевыборы частичные. И вот как раз там на восьмом месте по обеспокоенности – это вмешательство России во внутренние дела США. А семь мест выше – это налоги, медицинская реформа и так далее. Поэтому вот от этого все зависит, а не от Северной Кореи. А если он будет угрожать Северной Корее, то есть это может какое-то время подыграть его рейтингу. Но потом надо переходить к действиям. Поскольку мы начинали наш разговор с того, что пустые угрозы в устах лидера сверхдержавы, они девальвируют вес и сверхдержавы, и уста, из которых они произносятся. Во время неистового поиска выхода из корейского тупика Трамп нашел все-таки время и для России. Ну, как же без нее? Мои американские соседи спрашивают меня, а зачем это Дональд Трамп поблагодарил президента Путина за резкое сокращение численности американских дипломатов в Москве? И что должны означать его слова? Да, потому что мы будем меньше тратиться теперь на зарплаты, и нет реальных причин, по которым им, то есть дипломатам, следовало было вернуться. Оно вам надо. Слушайте, соседи, американский президент заложил базу нового социального общественного явления, а вы со своими зарплатами. Хотя в пресс-службе Белого дома вдогонку к этой фразе сказали, что это был такой президентский сарказм. В мировой политике появился новый тренд. Пожалуй, проще всего описать его с помощью степов Алексея Толстого. Вонзил кинжал убийцы нечестивый в бок деларю, тот, шляпу сняв, сказал ему учтиво «благодарю». Вот эти всеобщие благодарности, они, можно сказать, после трамповской благодарности Путину за выслуху сотрудников посольств, они сделали действительно некой модой. Я напомню бегло эту ситуацию. Владимир Путин пообещал, ну не то чтобы выслать, а уволить из американских консульств и посольств более 700 человек. Как сказал Макфол, у нас там вообще нет столько дипломатов. Так что, видимо, уволены будут не столько американцы, сколько российские сотрудники, нашедшие там работу. Дональд Трамп поблагодарил Владимира Путина, весьма учтиво сказав, что после этого радикального сокращения сильно сократятся, в свою очередь, и расходы на содержание американской дипломатии в России. Вот этот новый стиль «благодарить за ужасное» он восходит, на самом деле, не столько к Алексею Толстому, сколько к старинной русской сказке «Морозка». Тепло ли те девица, тепло, дедушка. Так, в общем, и Сергей Удальцов поблагодарил посадивших его людей, потому что после этой посадки стало ясно, кто чего стоит. Он понял, что и Навальный выводит людей на улицы, подставляя их под дубинки, и Пономарев, ненадежный сотрудник, и Ксения, и Собчак, Троянский ходит. В общем, чем больше у нас в России человек сидит, тем больше он, во-первых, понимает, а во-вторых, тем меньше отвечает за все, что происходит. Владимир Путин тоже уже успел поблагодарить и Трампа, и всех остальных за санкции. Ведь именно благодаря санкциям мы в последнее время все больше переходим на самообеспечение по овощам. Имеются в виду, конечно, не те овощи, которые смотрят российское телевидение, хотя и это тоже, а те овощи, которые мы производим в отсутствии сколько-нибудь серьезного импорта. В общем, если смотреть дальше, можно будет сказать, что российская оппозиция получила, наконец, феноменальные возможности по легализации. Она теперь может не протестовать, а только благодарить в полном соответствии с Лермонтовым. За все, за все тебя благодарю. Я за тайные волнения, страстей, за горечь слез, траву, поцелуи и так далее. В общем, устроились так, чтобы тебя отныне недолго я еще благодарил. На этой неделе президент России Владимир Путин был в Абхазии с официальным визитом. Ровно в девятую годовщину начала пятидневной войны России с Грузией. В результате которой в Южной Осетии до сих пор стоят российские танки, а две республики, Южная Осетия и Абхазия, считают себя суверенными государствами. Кроме России, их также считают независимыми Никарагуа, Венесуэла и пару каких-то карликовых островных государств. Кремль получил официальные протесты по поводу несогласованного визита. Политологи называют главной причиной того российского вторжения противодействие Кремля вступлению стран бывшего Советского Союза в Североатлантический Альянс. По правилам НАТО, страна, подающая заявку, не должна иметь на своей территории военных конфликтов. Но организовали такой. Главным итогом этой войны принято считать наступление нового этапа во внешней политике путинской администрации. Агрессия прошла безнаказанно, труженики Кремля почувствовали себя мачо. Неизвестно, началась бы война на Донбассе и произошла бы аннексия Крыма, если бы в 2008-м международное сообщество дало бы по рукам агрессорам. На мой личный взгляд, война войдет в историю прежде всего по двум обстоятельствам. Первое. Окончательное превращение российских средств массовой информации в средства массовой пропаганды. Тогда впервые были испробованы так называемые информационные войска. Журналисты в этой войне были важнее солдат. Помните, практически сразу после конфликта в Кремле награждали журналистов. Очень много, десятки человек. А я знаю историю солдата, который погиб на этой войне. Он из какой-то глухой провинции. Он сгорел в танке. Вот этот солдат сгорел в танке и никаких наград, никаких почестей. Абсолютно ничего. А тут по всем каналам журналистов награждают, награждают, награждают. Я понял, что в этот момент журналисты были очень важны. Потому что именно журналисты стали передавать информацию. Я имею в виду, конечно, государственных журналистов, государственных каналов, которые уже были подконтрольны Кремлю на тот момент. Они стали передавать сообщения о том, что начались массированные обстрелы. Они стали рассказывать о том, что Цхинвалис стерт с лица земли. Они стали рассказывать о том, что 2000 погибших, которые превратились потом в 150 погибших мирного населения. И так далее, и так далее. И вот эта массированная пропаганда, это был, наверное, такой самый мощный полигон, на котором были отработаны эти информационные технологии, которые сегодня работают на войне в Донбассе. И уже тогда я помню, что пресс-служба Министерства обороны России совершенно спокойно возила журналистов по каким-то точкам, ну, допустим, на военную базу грузинскую под горе, думая о том, что даже если что-то там они увидят такое нехорошее, что не вписывается в пропаганду, условно мародерство. Вот мы это увидели, мы это сняли. Слава богу, тогда на тот момент, вот неделя с Марианой Максимовской, мы могли себе это позволить, мы отличались уже тогда от тех остальных. А все остальные, то есть они были уверены, офицеры пресс-службы, что даже вот если мы это увидим, ну, конечно, никто не покажет, потому что все выстроены уже в одну линейку. Вот у меня, наверное, это вот было самое такое чувство того, что, к сожалению, мы на этой войне журналисты стали бойцами. Нас сделали бойцами. Общественное мнение было, это прозондировано. И общественное мнение сказало, что оно ничего не имеет против. Вот что страшно. Я даже очень хорошо помню точку зрения многих своих коллег. Находилась масса оправдательных причин. Там пострадали наши военные, поэтому можно въехать на танках. Они давно сами напрашивались. У нас здесь много грузинских воров в законе. Ну, понимаешь, масса таких, ну, я бы сказала, демагогических, но очень хорошо сформулированных, очень хорошо посаженных в голову мыслей, которые позволяли российскому обществу и принять, и понять, и оправдать. И более того, это даже, я думаю, определенной части населения воспринималось как некая удаль такая молодецкая. Нам можно, но почему нет? Это же все постсоветские республики. Это все воспринимается, к сожалению, до сих пор, как я понимаю, как, ну, вот, братья наши меньшие, понимаешь? Вот этот вот большой брак, которым Россия себя, так сказать, сама провозгласила и несет это через века уже, там, начиная с Российской империи, оно же никуда не делается. Абсолютно никуда. И если, например, в случае с Украиной мы можем говорить, что, ну, вот, не сдали бы они по глупости ядерный потенциал третий в мире, то, конечно, бы ничего такого не было сегодня. То с Грузией-то даже этого аргумента, понимаешь, нет. Вот такая вот Грузия, вот такусенькая. Что там можно было против российских танков сделать? Ну, елки-палки. А это воспринималось как доблесть. А второе, с чем, на мой взгляд, войдет в историю пятидневная война, это радикальная перестройка российской армии, позволившая в итоге держать страхи практически всех соседей по периметру. Смысл Сердюковских реформ свелся к тому, чтобы ликвидировать эти небоеготовые части. Это были все части кадра и неполного состава. Их было 80% в вооруженных силах Российской Федерации. Вот задумайтесь о цифрах. Количество частей и соединений в сухопутных войсках было сокращено в 10 раз. В результате оставшиеся воинские части и соединения были укомплектованы по штатам военного времени. И стало быть, они обрели главное свойство – высокую стратегическую мобильность. Когда они смогли выполнять приказ, не ожидая мобилизованных резервистов. Они смогли выполнять приказ через несколько часов после его получения. И это замечательным образом было показано в ходе так называемой внезапной проверки 26 февраля 2014 года, которое было прелюдией аннексии Крыма. Через несколько часов после путинского приказа 40 тысяч военнослужащих разместились на российско-украинской границе. И в конце, чтобы у моих соседей не осталось ощущения, что в мире, кроме американо-корейского конфликта, больше ничего не происходит, несколько коротких сообщений. Российской новой газете стало известно, что в Казахстане интернет и мобильная связь перешли под полный контроль силовиков. Теперь гражданская служба, отвечавшая за информатизацию, связь и телерадиовещание, будет проходить службу в Комитете национальной безопасности. Совсем недавно государственным служащим Казахстана запретили на работе пользоваться смартфонами, смарт-часами и планшетами, пока мы не располагаем какой-либо информацией о протестах против решения президента Назарбаева. В Чите на этой неделе в пункте приема металлолома произошел взрыв, в результате которого погибли два человека и один был ранен. Следствие выяснило, что взорвалась армейская ракета С-200 «Ангара», которую кто-то украл из воинской части и сдал в металлолом. Еще две такие же ракеты, обнаруженные рядом, по каким-то неизвестным причинам не взорвались. О цене принятого металлического лома не сообщается. Лидер думской партии «Справедливая Россия» Сергей Миронов предложил ужесточить контрмеры в отношении стран, наложивших на Россию санкции. Он призвал отказаться от ввоза в страну качественного алкоголя, наложить запрет на импорт косметических товаров, изделий бытовой химии и отказаться от использования на компьютерах в госучреждениях программного обеспечения «Майкрософт». Дума возвращается с каникул в начале сентября. И последнее. Министр иностранных дел России Сергей Лавров на этой неделе заявил, что Москва не допустит вмешательства Вашингтона в российские выборы. Он сказал, что уже было много эпизодов, когда американские дипломаты были замечены в противоправной деятельности. Кремль обещает пресекать. Круг замкнулся. Ближайшие выборы в России 10 сентября. Если вы все понимаете, значит, вам не обо всем говорят. Да, вот еще что. Основатель компании SpaceX и Tesla Илон Маск на этой неделе заявил, что человечеству стоит в большей степени беспокоиться из-за проблем, которые может создать искусственный интеллект, нежели из-за угрозы, исходящей от Северной Кореи. Ну пока. Увидимся. Субтитры создавал DimaTorzok